Майнинг криптовалют сегодня и в будущем. Как происходит процесс майнинга на деле? И что такое майнинг пулы? И зачем они нужны? Халвинг биткоина? И как узнать, сколько можно добывать криптовалют с помощью вашего старого компьютера? Обо всем этом и не только мы сегодня детально поговорим. Так что устраивайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Здравствуйте, Эдуард на связи. И если вы смотрели предыдущие видео из серии «Биткоин для новичков», то наверняка уже знаете о преимуществах биткоина перед деньгами. О хешировании и о принципе работы блокчейна. И сейчас настала пора узнать еще и о майнинге. Как я уже говорил в прошлых видео, безопасность блокчейна основана на децентрализации и копия блокчейна биткоина хранится на сотне тысяч активных узлов. То есть в компьютерах, которые участвуют в весьма прибыльной лотерее, гонке за вознаграждением. Иначе говоря, в майнинге биткоина. Ведь как же заставить человека загрузить на свой компьютер стороннюю программу, да еще и удостовериться, что компьютер будет работать круглые сутки? Правильно, нужно пообещать за это вознаграждение. И первые майнеры работали ради идеи. А когда биткоин стал набирать ценность, уже ради денег. И сегодня майнинг это отдельная индустрия со своими монополиями, деловой этикой и интригами. Но что значит майнинг для криптовалюты? Майнинг это процесс поиска хэша для последнего блока, отвечающего заданному условию. В биткоине это наличие нескольких нолей подряд в начале хэша из 256 символов. Напомню, что то, каким получится хэш, невозможно предсказать. И получить хэш, в котором есть вся информация из блока, можно только прогнав через хэширование блок целиком. Окончательная хэш сумма формируется после обработки последней части блока. Исхитрить не получится, надо делать дело от начала и до самого конца. И майнер, которому удалось подобрать нужный хэш, подает его на общее рассмотрение. И если большинство узлов соглашаются с правильностью хэша, то блок попадает в блокчейн. И все транзакции, находящиеся в нем, исполняются. Включая ту самую транзакцию о начислении вознаграждения майнеру за находку этого блока. И без майнинга не будет транзакций, потому что никто не согласится сжечь электричество и видеокарты ради общего блага. А если несколько меценатов и будут согласны, то это нельзя будет назвать децентрализацией. Короче, майнеры важны и майнеры нужны. Так что давайте разберем процесс майнинга. И если вы внимательно слушали видео о хэшировании, то должны были заметить некоторое противоречие. В том видео я говорил, если повторно хэшировать файл, используя тот же ключ и переменный, хэш будет таким же, как в первый раз. Почему же тогда у майнеров каждый раз получается новый хэш? А иногда даже с несколькими нулями. Фишка вот в чем. При хэшировании файла, файлы разбиваются на части по 512 бит. И последняя часть, независимо от ее размера, добивается нулями до 448 бит. После чего идут 64 бита служебной информации. И если заменить хоть один из нулей, наполнителей, единицей или наоборот, поменяется хэш всего файла. И в алгоритме биткоина существует специальная переменная, которая называется нонс. Она записывается в начале блока, как служебная информация и влияет только на хэш сумму всего блока. И майнеры путем перебора ищут такое значение нонс, чтобы в начале хэша получилось нужное количество нулей. И так как нонс влияет на хэш с самого начала хэширования, майнерам приходится хэшировать блок снова и снова. И из-за невозможности предсказать все биты, которые будут в следующем блоке, подбор нонс является самой честной лотереей в мире. И в программном смысле все майнеры равны. Никто и никак не может предсказать, какое значение нонс даст комбинации с текущим блоком нужный хэш. Остается только подставлять разные значения нонс. И чем больше значений нонс можно проверить за 10 минут, тем выше шансы найти правильный хэш. И если майнить на одной мощной видеокарте, то за секунду удастся посчитать где-то 5-6 миллиардов значений. А если использовать две видеокарты, то их мощность складывается. И соединив несколько устройств для майнинга в одно целое, получаем целую майнинг-ферму. И шансы владельца фермы против других майнеров сильно возрастают. А если соединить несколько ферм в одну сеть, да еще и грамотно распределить между ними диапазоны перебора нонс, то получится целый майнинг-пул. И сейчас пулы обеспечивают 99,9% от общей мощности сети. И те немногие одиночки, которые отказываются подключаться к пулу, просто-напросто играют в лотерею. Пул же занимается бизнесом. И когда один из участников пула получает вознаграждение, он не получает его целиком. Ведь найденные биткоины делятся между участниками соразмерно мощности их устройств. И владелец фермы из сотни асиков получит в сотню раз больше, чем тот, кто майнит на одном асике. И выгода пула в том, что их члены получают ставку. То есть, если в пуле сосредоточены 25% мощности сети, то каждый час пул почти гарантированно находит два блока. И между майнерами и разработчиками идут дискуссии насчет пулов. Потому что в теории, если один пул наберет 51% от мощности сети, то он сможет провести атаку на блокчейн и создать из воздуха миллионы биткоинов. Но в прошлом видео о блокчейне я описывал, что такой явный взлом обрушит экономику биткоина и оставит хакера в сильных убытках. И на данный момент самый мощный пул это BTC.com. Он находит минимум один блок в час. А во времена расцвета пулов и монополии Bitmine их антпул обеспечил чуть больше 35% от мощности сети. И еще, как я говорил, процесс поиска нужного анонса нельзя упростить и как-либо сократить. Но два года назад в Bitmine нашли способ программной оптимизации алгоритма хеширования на собственных асиках. И нормальный алгоритм выглядит так. Майнер берет текущий блок, добавляет к нему заголовок нонс, хеширует, потом берет новое значение нонс и хеширует, и опять, и опять, и опять, все время хеширует. А Bitmine вышлюнили все части хеширования, в которых не используется анонс. Например, перевод информации в 16-ричный формат, инициализация переменных и ключа, упомянутая добивка нулями до 446 бит и кое-что другое. И оптимизированный алгоритм сначала решал указанные фрагменты и сохранял их в оперативную память. В то время как остальные асики раз за разом заново считали одни и те же значения во время подготовки блока. И Bitmine просто брали готовые значения для текущего блока и подставляли нонс. Экономия времени составила около 15%. И купив асик на 10 терэхэш и обновив его алгоритм, вы получали 11,5 терэхэш при том же энергопотреблении. И когда об этом узнал весь мир, майнеры попросили Bitmain либо делиться секретом, либо не использовать свои грязные хаки. Bitmain тогда еще руководил Джихан Ву, который чуть не развалил компанию в 2017-м. О чем я, кстати, сейчас пишу статью в свой телеграм-канал. И если вам интересно, то немедленно подписывайтесь. Ссылку ищите в описании. Так вот, представители Bitmain в итоге покраснели и выложили алгоритм в открытый доступ. Из всей информации выше можно сделать лишь один вывод. Майнеры делают деньги из воздуха. Буквально берут биткоины из пустоты и бросают себе в кошелек. И в экономике процесс постоянного увеличения денежной массы насывается инфляцией или обесцениванием денег. И чем больше какого-либо товара и чем проще им обладать, тем меньше, соответственно, он стоит. То же самое происходит и с деньгами. И в первые годы существования биткоина каждые сутки появлялись 7 тысяч новых монет. Сатоши понимал, что такими темпами биткоин обесценится в будущем. И поэтому установил максимальное количество возможных биткоинов. Которые вообще можно добыть. И всего можно добыть 21 миллион биткоинов. И на данный момент осталось добыть чуть меньше 4 миллионов. Еще Сатоши внедрил в блокчейн механизм замедления инфляции, который называется халвинг. Каждый раз, когда майнеры добывают половину от оставшегося количества биткоинов, награда за блок срезается в 2 раза. И первые майнеры получали 50 биткоинов. А сейчас 2 халвинга спустя получают 12 с половиной. А уже весной следующего года произойдет очередной халвинг. И майнеры станут получать всего 6,25 биткоина за блок. И все крипто-сообщество с нетерпением ждет повышения цены биткоина. Чтобы майнинг для всех действующих майнеров оставался выгодным. Ведь все предыдущие халвинги традиционно показывали значительное влияние этого процесса на рост цены биткоина. И сам факт получения вознаграждения майнерами идет, собственно, биткоину на пользу. Ведь чтобы оплачивать электричество, майнеры вынуждены продавать часть заработка. И регулярное вливание новых монет делает биткоин более ликвидным и желаемым инструментом для инвестирования. Но тут появляется электрическая проблема майнинга. Ведь так как майнинг оказался невероятно прибыльным бизнесом, видеокарты и асики начали скупать в огромных масштабах. Подумайте сами. Вы можете назвать хоть один вид бизнеса, где надо просто купить шайтан-машину и делать на ней деньги, не вкладывая больше никакого труда. Вот и я не могу. В 2016 с ростом стоимости биткоина и увеличение отдачи от майнинга росло и количество самих майнеров. Первые майнеры хешировали блоки на домашних компьютерах, потом научились делать это на видеокартах, дальше собирали фермы из видеокарт, создавали сети зараженных компьютеров, запускали майнинг на рабочих местах и многое другое. А затем китайцы изобрели асики. Специально собранные калькуляторы огромной прожорливости, которые ничего кроме хеширования и не умеют. И после изобретения асиков сложность сети рванула к небесам. И каждый майнер был готов вложить еще несколько тысяч долларов в покупку асика, который окупится за две недели. Ну по крайней мере так они думали. И производители асиков стали ассоциироваться с торговцами на золотых присках. Но люди забыли фразу, что на рудниках зарабатывает тот, кто продает лопаты. И производители асиков получали сверхприбыли и вкладывали их в криптовалюту. Криптовалюта соответственно росла, рождая первых криптомиллионеров, разъезжающих на феррари и ламборгини с номерами ходу. Тем самым привлекая все новые и новые деньги в мир криптовалют. Но с медвежьим рынком 2018 года ажиотаж спал. Но сейчас дело снова набирает обороты. И совокупная мощность сети давно превысила пик 2017 года и продолжает расти. И в прошлом видео я назвал точную цифру 80 экзохэш. И при майнинге на самом энергоэффективном оборудовании и самом дешевом электричестве, часть вычислений на этой мощности обходится в миллион долларов. И за час добывается 75 биткоинов стоимостью в 750 тысяч долларов. То есть средние майнеры больше теряют, чем зарабатывают. Так почему же они продолжают майнить? Потому что сохраняют надежду на сильный рост цены в будущем. И уже при стоимости биткоина в 13 тысяч майнеры будут работать в ноль. А чем выше заберется цена, тем выше будет их прибыль. Кстати, есть сайты, которые позволяют посмотреть реальные доходы популярных устройств для майнинга. Так, перейдя на сайт whattomine.com, вы сможете посмотреть, какую прибыль приносит тот или иной асик. Или видеокарта, которая установлена в вашем персональном компьютере. Там вам нужно просто выбрать тип устройства. Если речь идет о асиках, выбрать алгоритм хеширования. Затем указать мощность вычислений и мощность энергоопотребления. Затем, указав стоимость киловатта электричества в вашем регионе, вы узнаете, сколько вы могли бы получать от майнинга криптовалют. А если вы хотите узнать, сколько может зарабатывать ваша видеокарта, тогда переходите в раздел GPU и ищите в списке модель своей видеокарты. Указываете количество видеокарт и стоимость киловатта электричества и нажав на кнопку Calculate, вы увидите значение дохода от майнинга различных криптовалют. И напомню, что в отличие от майнинга на асиках, заточенных под один алгоритм, майнинг на видеокартах позволяет работать с любым из алгоритмов хеширования. Поэтому на видеокартах можно майнить любую криптовалюту, у которой алгоритм консенсуса Proof-of-Work. В общем, исходя из данных на сайте WhatToMine, мы видим, что майнинг эфира, например, на крутой видеокарте Nvidia 2080 Ti, сейчас является абсолютно убыточным занятием. Учитывая, что сама видеокарта стоит порядка 1300 долларов, не считая остальных комплектующих, необходимых для майнинга, стоимость электричества и амортизацию аппаратуры, и повышение сложности майнинга со временем, будет только уменьшать доходы. Посему простому смертному лучше просто купить криптовалюту и не заморачиваться с майнингом. А подробнее об этом я рассказывал в эксклюзивном видео, которое было опубликовано на моем телеграм-канале. Советую к просмотру. И ссылку на него я оставил в описании. Так, давайте теперь рассмотрим будущее майнинга. Что же случится, когда добудут последний биткоин? Как будут вознаграждать майнеров? Сатоши предусмотрел и это. Комиссия за все транзакции, которые были в блоке, на момент добавления его в блокчейн, достается тому, кто добыл этот блок. Суммы, конечно, относительно небольшие, но все же они есть. И я считаю, что когда майнеры получат последние биткоины, большинство просто выключит асики или переключит их на другие криптовалюты. Останутся лишь асики, работу которых будут полностью оплачивать комиссии. На работоспособности сети это никак не скажется. Ведь для добычи блока на минимальной сложности хватит и одной видеокарты. Но это, в свою очередь, может ухудшить децентрализацию биткоина. И это, возможно, все, что стоит знать о майнинге биткоина. И в следующем видео я детально расскажу о транзакциях блокчейна. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокол, чтобы ничего не пропустить. И рассказывайте друзьям, чтобы они тоже были столь осведомлены, как и вы. Также не забывайте задавать вопросы в комментариях, где я постараюсь ответить каждому. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok